Всем привет! Утречка у нас. Восемь скоро будет, я на работу. Расскажу вам, до чего я дожилась. Воскресенье. Ну, я всё думаю, что у меня как бы мой день, понедельник. Я потерялась в днях, в числах, вообще во всём. Я не знаю, то ли это уже о чём-то говорит, что это уже годы, мои года, моё богатство, то ли просто вот эта обстановка всё-таки вокруг нас, она продолжается. Ну, карантин какой-нибудь есть, он есть. И потом какая-то вот такая вот расслабуха. И с утра смотрю в Фейсбуке, ну, уже приходят поздравления. Кстати, всем спасибо, кто поздравил в Фейсбуке, кто поздравил в Инстаграм. И себе думаю, тю, чего это они меня сегодня начали поздравлять. Иногда Фейсбук глючит. Может быть, из-за разницы во времени приходят иногда поздравления, ну, раньше. И я думаю, тю, чего это они вдруг, на день раньше. И, ну, зато всем нормально отписываюсь, спасибо, благодарю. Потом встаёт Маша, тоже приходит, обнимает, говорит, мама, поздравляй. Я говорю, Маша, и ты туда же. Она говорит, почему, мама, сегодня 23-е? Как 23-е? Боже, я как будто с луны свалилась, как будто меня вот так вот кипятком ошпарили. Я быстро в телефон. 23-е. А я что-то думала грешным делом, что 22-е, что у меня ещё есть время. Короче, с бухты-барахты. Думаю, а, ничего делать не буду. Тем более у нас такая жара стоит 32-33, 32-33. Ой. Думаю, позову просто девчонок. В ресторане всегда заказать можно, в магазине всегда купить можно, всё есть. Думаю, позову. Просто посидим. Всё равно выпекать ничего не хотелось, потому что жара на кухне, не усидишь. Есть потом то же самое, никто не может ничего есть. Позвонила девчонкам, пришли. Ксюша с мамой, пришла Соня. Тортик мы купили. Стёпа взял что-то, пожарил. Вот так и пришло день рождения, которое должно было быть совсем не в воскресенье. Ну, думаю, всё. А почём вести этот счёт дням? Календарь? Нету календаря. Деньги когда-то по деньгам, да? О, сегодня дали, значит, сегодня зарплата, сегодня первое число. Сегодня дали аванс, значит, сегодня там 15-е число или какое. А тут деньги дают, когда есть у людей. И потому нету какой-то вот такой вот точности во времени. Я потерялась. И на работе зато тоже меня не забыли поздравить мальчишки, девчонки. Очень благодарна, очень приятна. Good morning. Hello. И сейчас вам прочитаю, как меня мальчишки мои поздравили. Вот такую вот открыточку они мне дали. Пишет Старший. I hope you had a great time at your birthday. Они уже поняли, что это уже просто день позже и уже вот так начали вот меня поздравлять. Всем спасибо. Ну и написали тут поздравления уже взрослые. Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, чтобы все планы осуществились. Ну и карточку на 100 долларов дали такую под гифт-карт. Вот и все день рождения. Нежданно, негаданно свалились поздравления, подарки. И думаю, все. Зарапортовалась, дожила. Что не помнишь счет годам своим. Когда-то, ну когда были помоложе. Этот день рождения ждали, этот день. Какое-то вот такое вот счастье. Почему сейчас этот день уходит как-то вот так вот из вида? Не знаю. Как-то прочитала, что человек, который ничего не просит, у него все есть. Может быть действительно, потому что ни в чем не нуждаешься. Единственное, в чем здесь нуждается, это вот в таком вот общении. А сейчас время такое, что и общаться не сильно, как бы спешат люди. Обдумывает свои шаги. Стоит, не стоит, где, в помещениях нельзя, на улице, в парке вот так вот. Ну и жара припекла. Люди просто боятся из дома выходить в эту жару. Особенно люди, которые в возрасте. Я и Степе говорила, что не надо ничего там жарить, потому что жарко. Тебе еще там возле того костра плохо станет. Но как быть в парке и ничего не пожарить? Не пустить дымок. Ой, я смотрю, я такая заспанная, капец. Повспоминали, как всегда, посидели. Ну и разошлись. Все заняты, все при своих каких-то там делах. У каждого свое. Потому здесь вот такие вот редкие встречи и очень ценные. Я не помню, когда мы уже встречались с ними. Вот там еще весной в другом парке, когда еще был вот только карантин. Чуть-чуть послабили, и мы вышли. Это уже пару месяцев прошло. Месяца три, наверное. Ну, короче, что поделаешь. Дай Бог, чтобы вот этот год с этим карантином вот так вот ушел. Приходят memories, воспоминания за прошлый год. Мы вот в это время, в прошлом году были в Греции. Где же мы тогда могли подумать, вообще представить себе, что через год мы будем вот такой вот, извините меня, же, вот здесь вот. Да не только здесь, везде, весь мир, и все, и всюду. Кто-то может верить в это, кто-то не верит, но оно есть. И тем не менее, вот этот карантин испортил нам весь год. Ну, может быть, на то он и высокосный. Уже к чему не хочешь, его приравнивай, но так оно есть. Я надеюсь, что пусть он дойдет уже до конца спокойно, так как есть. И мы за него забудем, как за плохой сон. Ну, дай Бог, чтобы не хуже, чтобы вот это все потом не повторялось еще в каких-то более сложных проявлениях. Вот так вот нужно идти, ехать на работу. В парк не выхожу в последнее время. Почему? Потому что сбился график у меня опять с мальчишками. Мальчишки то к деду едут, я тут. Я выхожу тут скорее на стадион. Думаю, что в парк кататься, если стадион тут рядом. Но на стадион нужно выходить или рано-рано, или вечером. Но я стараюсь вечером, когда уже не такое солнце. Нам еще до конца месяца обещают до 30. Вот всю эту еще неделю. Потом вроде приходит 26-27 в сентябре. Ну, и вот так вот погодка будет, наверное, потихонечку увядать, так сказать. И листья уже падают. Все. Начинается потихонечку вот такие вот несмелые первые листочки падать. Листопад. Ну, всему свое время. Вот так вот. Окей, я поехала. Хорошо. Дождики, что иногда вот приходят. Какие-то грозы бывает у нас тут. Хорошо, что не сушат. Слава Богу, нет пожаров, какие есть вот там вот в Калифорнии. В Калифорнии что-то вообще в последнее время горит. Может, она и всегда горела. Потихоньку. Но у нас тут, слава Богу. Ни пожаров, ни потопов, вообще ничего. Как-то так вот тихо. В чем-то тихо, в чем-то не очень. Но, короче, потихонечку и этот корень, этот ковид тоже увядает. За 20 число было всего 100 новых случаев. Бывает, конечно, и больше, бывает и меньше. Но, главное, стабильно вниз, не стабильно вверх. Тихо у нас тут в нашем районе. Все спят пока. А у нас вот такое вот утро августовское. Красивое. Теплое. Маша сегодня с подружкой собирается в Нью-Йорк. Я не знаю, как в Нью-Йорк, чего там в Нью-Йорке. Сегодня вообще 34 передают. Там будет жира невыносимая в тех камнях. В тех каменных джунглях. Тоже выбрали денек. Могли и в другой день сходить. Все равно дома сидят. Пока еще каникулы у всех. Идут так. Просто нечего делать. Идут поразвлечься. Давно не были в Нью-Йорке. Я сама по Нью-Йорку уже соскучилась. Но вот пока еще что-то не тянет. И в связи с этим ковидом, и в связи там с какими-то заварушками. Постреливают, говорят. Так что пока не тянет. Пока. А то, может быть, наши экскурсии и поездки в Нью-Йорк возобновятся. Все, а с вами прощаюсь. Всем пока. Всем хорошего дня и настроения. Берегите себя. Чтобы у вас все было хорошо. Чтобы всегда вы были на позитиве. В любом случае. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok